Тишина 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 И сегодня мы к вам приехали к необычному коллективу. Есть у нас такой в районе коллектив, литературный районный клуб «Радуга» или объединение «Радуга». Слышали о таком, да? Да. Наверное, да? И к вам приехали поэты, барды, то есть сегодня будут стихи какие-то и обязательно будет сегодня замечательный день накануне Дня пожилого человека. Но вот глядя в зал, я не вижу пожилых людей. Здесь все такие молодые, все такие красивые. Уже поэты очень маститые есть, которые выпустили по 8 даже и больше книг из печати. Пишут профессионально, причем если вы почитаете их стихи, а сейчас некоторые из них вы услышите, вы сразу почувствуете, что это за стихи. Это стихи настоящие, профессиональные стихи. И сейчас они вам их и почитают. Которые немного как бы связаны с сегодняшним днем. Вроде бы уже конец сентября, а денек, смотрите, как солнце балует. И первое стихи называется «Настроение. Конец августа». Шарлотка с корицей в духовке печется, блестит за окном, а в густовском солнце не жалит уже, а с улыбкой ласкает. На клумбе звезда Монпассера светает. Особая роскошь в последних днях лета. Пусть меньше тепла и палитры, и света. Мотивы потери и разлук, неизбежность. Но есть в них неспешность, задумчивость, нежность. Пропитанные запахом яблочной прели, Уитой лозой, виноградной, хмелем. В садах пламенеют тагетисом рыжим, И звезды роняют на солнечной крыше. Всех дней этих прелесть смакую, лелею, Что лето уходит, совсем не жалею. Теперь я уже, теперь я, Я знаю теперь, сожаление пустое, Во времени всяком есть счастье простое. Кусочек шарлотки, варенье на блюдце, Смотрю, как герани на солнце смеются. Вдруг чутится, кто-то Целует мне плечи, И хочется снова писать об извечном. Второе стихотворение я написала буквально недавно В середине сентября. Был вот такой же денек солнечный Перед дождями, и родился этот стих. С чем сравнить мне вечер лета, Что сентябрь нам подарил, С мармеладной конфеты Цвета алой георгин. Пахнет он дыбком с мангала И картофельной ботвой, Из тумана одеяло Расстилает над рекой. Милым черным капельоном На скамейку сел со мной, Над лужайкой зеленой Кружит мелкой мышкарой. Золоченые оклады Вышивает облакам, Легкой бархатной прохладой Прикасается к щекам. Сладкой негой Вечер дышит после солнечного дня. Только лето вам свыше, Значит, это для меня. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И, наконец, ребята, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если всё не так, и с утра не то, И не сделать шаг, и вопросов сто. Где-то среди ветров, по хорошим весть, А главное, здоров, тридцать шесть и шесть. А главное, здоров, тридцать шесть и шесть. Не считаю дней, да и не считаю дать, Жизнь моя хай-вэй, и не взглянуть назад. Солнце, луч в огне, значит, нужен здесь. И сегодня праздник, мы приехали к березам. И сегодня праздник, но приехали артисты. Лет не перечесть, девяносто шесть. Так что будьте здоровы, живите вовсе здоровы. Это Евгения Васильевна Секретова, которая пешком ходила по старой какой-то мощатой дороге, она вам сама расскажет, до вашего Кирилева. Значит, у нее здесь была любовь, да? Пожалуйста. Сейчас, когда мы ехали сюда, по шикарной асфальтно-бетонной дороге, вот я вспоминала, что была торцовая дорога из деревянных чурочек. И по этим чурочкам вот мы ходили из петушков в Кирилева, и из Кирилева петушки пешком все ходили по этой дороге. И жизнь была надежд полна. В ту ночь, короткую июня, когда обрушилась война, она жестоким ураганом по вашим судьбам пронеслась. Земля горела под ногами, и кровь невинная плелась. Ни в живых, ни в списках павших ждет сваления жена-солдата. Строчка без вести пропавшей в домик наш пришла когда-то. Нет отца и нет могилы, ни в земле, ни под луною. Вижу, как сейчас, что был он, помню, как играл со мною. Четыре года смертной битвы. Вставай, огромная страна, за всех пропавших и убитых враг получил за все сполна. И мама наша, героиня, одна растила нас и подняла, все трудности переносила и до конца ждала и ждала. Аплодисменты Соберу друзей все вместе, а врагов пошлю я прочь. Без красивых празд и есть и превращу я утро в ночь. Перестаньте думать завтра, а задумайте и вчера. Честь не купишь поздно ночью, честь рождается с утра. Честь не купишь поздно ночью, честь рождается с утра. Не суди, судим не будешь, не страдай ни за кого. Отпусти, кого захочешь, но оставь лишь одного. Друговерного навеки он не бросит, не предать. С ним идти тебе по жизни, он твой друг, он не баланс. С ним идти тебе по жизни, он твой друг, он не баланс. Под старую гармошу для вас поют душой. Мой городок на клятве и хороста под полом. К нам молодость вернется на старых снегинях. Под вечер задрется веселая гоня. А я люблю свой город за крики и пенуков, Где слышатся заклятвую песни стариков. А я люблю свой город, за что не знаю сам, Давно мы с ним все время пополам. Плохое все забудем, добра не пережим. У нас святая доля, всем веки дорожим. Кричай и расставаться уж нам не привыкать, Но ждет меня мой город, когда, дорогая, мать. А я люблю свой город за крики и пенуков, Где слышатся заклятвую песни стариков. А я люблю свой город, за что не знаю сам, Давно мы с ним все время пополам. Сказка о хлебе – это проект благотворительный детям о хлебе. Оплатили тираж 9 хлебокомбинатов нашей страны От Камчатки до Ростова. У меня работа связана с разъездами по стране, Поэтому я в хлебной промышленности работаю. Поэтому меня и знают в разных городах, Как сказала Николай Сергеевич. Сейчас в издательстве в городе Волгограде Идет к выпуску книга с моими сказками «Волшебные повести». Надеюсь, она появится в вашей библиотеке тоже. Я постараюсь передать. Но сейчас перехожу к стихам. Не совсем то, что хотела прочесть, Но, извините, интернета нет, как выяснилось, Вот что нашла, чтобы не забыть. Память уже подкрашивает. Продолжая тему, затронутую Евгению Васильевне, Решила прочесть творение, которое называется «Самокрутка». Вновь в саду фонтана вишен Грядки выстроились в ряд, А строй нарциссов белорыжих Вылез первым на парад, Как девчата медсанбарта. В белом средь зеленых гущ Все подвластно красной дате И победный дух присущ. Посидевшим ветеранам До могильного холма, Где лежат Резо с Асланом, Глеб, Базырь, Захар, Кузьма. В полной выправке солдата, Не ведя годам учет, Помянуть друзей и брата шел старик. Селен еще. Старость — это та зараза не уйдет, Как не гони, А поклон отдать обязан За счастливой жизни дни. Дан за рог был. В день победы ни за что не пропустить Сесть у братской, Из газеты самокрутку раскурить, Вспомнить шутку балагуров, Шестерых друзей бойцов. Быть готовым к перекуру Очень важно для юнцов. Кто из Поти, Кто из Бреста, Здесь навеки полегли, Побратались в лобном месте Кровью политой земли, Не дожили. Не видали, как пошел на брата брат, Как победу оболгали, Как наглеет бюрократ, Даже не предполагали, Погибая за страну, Что окажутся врагами Львовским парни на Дону, Что не раз еще прольется кровь В угоду воронью, Победителям придется выживать В родном краю. И почти два поколения, Слушая брехню извне, Вдруг подставит под сомнение Правду дедов о войне. В светлом будущем, ребята, За бедой ушла беда, Нашего коснулась брата, Ка бы мог я знать тогда, Мне бы их встретить в сорок третьем, Я бы им, братцы, дал огня, Залп по прохиндеям этим, Ох, и помнили б меня. Так он о могиле братской Посидел, поговорил, Завершил отчет солдатский, Сплюнул старый, Закурил, Встал поправить гимнастерку, Не возьмешь нас в оборот, Я еще приду с махоркой К вам на следующий год. Коврик Габелленовый Коврик Габелленовый Дедушкин трофей Где пейзаж с оленями С домиком для фей Завершая бдень и суматоху дня В сказку сновидения Увлекал меня Покрывало новое Застилать кровать Почему коньевое Было не понять Серое с бордовыми розами А мне мыслилось бредовое Что-то про коней Странное французское слово Решелье Кружевами русскими Значилось в семье Шторки за двигушечки На кровать подзор А на праздник лучше Заказной узор Мне за те подзоры бы Спрятаться от глаз На коньевом с розами Полежать хоть раз Коврику с оленями Прикоснуться вновь В сказке Габелленовый Загадать любовь На все темы стараемся На перроне Мы расстаемся Тих перрон Сгустили сумерки Прохлада Час расставания предрешен Все согласованно А взгляды Таят тоску И скрытый стон В долине Прожектор желтоглаз Мой пассажирский прибывает Хочу сказать Обрывки фраз С ритмичным шумом отлетают И я почти кричу о нас Я буду по тебе скучать Да что там Я уже скучаю Ах память Вновь моя печать Страницы счастья Помечает Нас только там Не разлучат Прощальный взгляд Плечо Рука багаж Принявшая на время И эта фраза Ну пока Оскомно применима всеми А дальше Просто жди звонка Вот четыре темы Я решила отразить Сегодня в своем искуплении Такое весеннее солнечное Стихотворение Называется Одуванчиковое В одуванчиков Желтую кипень Провалился Штагетник Седой Под напором Сиреньем Скрипнет Смолкнет Смолчен Небесной водой Не скупятся Грудастые ветки Аромат Раздают Под залог И пристроиться К ним По-соседски Очень тянет Найти в уголок Опоздавший на весь Пассажир Плитулиться И словно впервой Забабахать Душевную стирку Захмелеть От воды Дождевой И как старый Замшелый Штагетник В одуванчиков Желтого В раю Утопая Послушать Сплетни Обо всех Здесь Обредших Приют Захмелеть Бесконечный Будет лето Нам казалось Будет жизнь Тепло Согрета И на сихе Нам бриллиантами Казани Мы смеялись Мы мечтали Мы любляли Смыли Весные дожди Наши раны Лишь остались На душе Метки шрамы Но у поля Листья Света Безвозвратна Что ж так хочется Так хочется Набраться Гарина Кузьмична 51 год Проработала в культуре 51 год В 1986 году Ей присвоили звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации А начало ее Как бы ее родина Родной город Ее Калина Кузьмична Это Петушки Здесь В 1938 году На улице Садовой Родилась она В семье Кузьмы Захаровича И Марии Васильевны Алексеевых Отец Машинист Паровоза Имел бронь Перевозил В годы войны Грузы Стратегического Значения В Москву И за Москву Приедете С поездки Вспоминает Гарина Кузьмична Спецодежда Мазутом Перепачкана Грязная Из-за этого Он и в кровать-то Не ложился Мать Подложит ему Подушку Под голову Так и спит На полу А сколько раз Бывало Среди ночи Стук в окно Подъем На работу Выходи Спал Отец Всего По 4 часа В сутки Наверное Именно от отца И перешло Галине Кузьминичне Главное качество Ее характера Вот вы ее Лучше знаете Чем я Я-то ее Как бы Так вот Восприняла А вы ее знаете У нее Чистый Сильный Такой мужской Характер Который добивается Вот Я так думаю Что это от отца Она это все Переняла Такая самоотверженность Умение брать на себя Ответственность Она Не страшась Вступала в диалог С вышестоящими Отстаивала Свои принципы И добивалась Результатов Задуманных Делавных Все у вас здесь было И зрительный зал И сидение Она говорит Пришла Я только лавки Говорит Видела Лавки какие-то Деревянные были И все со временем И микрофоны И столы И мебель Все приобрелось За эти 51 год Когда она работала Поэтому Я так рада Что я сегодня здесь И могу говорить о ней С уважением А я не разглядела Ты улыбался мне А я не подошла Я так давно Тобою заболела Что не поверив Стороной прошла Мечты мои Вы словно в небе птицы Кружитесь где-то Радужно светло Но мне Давно-давно Уже не снится Весны моей Звенящей Торжество И я Как птица Что сложила Крылья Забыла Вдруг Что я Могла Летать Слова Что пели С песней Стали Былью Загадкой Что одной Не разгадать Ты помоги Прошу Найди Тут ключик Спаси от боли Крылья Подними Весны Моей Заветный Теплый Лучик От серых Мрачных Будний Сохрани Поверив Силы Ввысь Взметнется Птица В бескрайнем Небе Встанет На крыло И долго Долго Будет В воздухе Кружиться Той Вольной Птицей Оброненная Перо Воскрайнем 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 Как Лебеда Воскрайнем Не было бы Кромок У тебя Красивого Ранец Воскрайнем Глаз Кобиль Косы Заплетала Я Я Я Без тебя Глаз Кобы Головы Теряга А Без тебя Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Спасибо!